12, 12, 13, 15 В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте, а справа приймите. Скоро. Чтобы выполнить, нужно найти святых. Не просто помогать, что родственники, знакомые, близкие, друзья, детства. В нуждах святых. А вот в этом надо разбираться. Что значит святых? Святых людей это вообще нет в интерьере. Един святый, един Господь, Иисус Христов. Вот так понятно. Святых во Христе мы омыли кровью Иисуса Христа. И те люди, которые приняли Христа, уверовали в Него. Они называются святыми. Хотя в своих поступках он бывает человек далеко не святой. Особенно наглядно от обидности первого послания к корейшнам. Где Павел говорит, у вас такое блудодеяние там развилось, такого даже у безбожников нет. А он начинает с приветствия и говорит святым избранным. Это несоответствие. А на самом деле все это так. Принимать участие. Как? Когда делается доброе дело. Конкретно. Вот сегодня, если Господь благословит, у нас в два часа в селе Шарщина будет встреча в Доме культуры. Мы к этому готовились. Приготовили много материала. Но мы же нырели, нам кое-что нужно. У нас нету ничего в огороде, чтобы что-то взять с собой. У кого есть только помидоры, только найдите арбузик от вас принесите у кого здесь. Мы едем пять человек. Обратно на обратном пути мы остановимся, как в прошлый раз, и много подкрепились. Конкретно. Ты не можешь опровергнуть, что я тебе призываю на плохое дело. Дальше. Трудящийся за своем пропитании. Заплатить за машину кто-то помаленьку помогает. Мы стараемся же. Хотя мы сегодня мартизацию не можем оплатить, если человек на себя это берет. Вот конкретно сегодня мы можем уже получаться. Более святого дела приду найти. Почему? Потому что благовестие рождает новые души. А ничего нет дороже спасения души, которая не знала бы. Вы молитесь обо мне, чтобы я знал, что сказать. Я переполнил информацию. Люди новые. И мне нужно в коротком вступлении все вот здесь схватить. Сказать. Сказать главное. Что делается. Что за годы перестройки было явлено в церкви. Я обязан просто сказать о безобразии православия, которое есть. А сам православный. Мое положение очень и очень непростое. Сказать не могу. Завтра на наше место приходит священник. А где сказаться говорил православие, мы пришли, вот он нас научил. А он первым делом научит высказать и все, уничтожить книги, что мы там оставили. Он первым делом на нас направит. У меня все время так живет. Я людей привожу в церковь. Ну, Господь, через меня, как один раз, сразу пришло 32 человека. Но это же не два человека. Сколько существует Барангельская церковь, этого не было ни разу. Тем более, это люди уже православные, подпольные, тихо-но все. В некотором монашеском щену. И с того дня уже стали направлены на меня те же священники, к которым я их привел. Проще всего я бы могла рукой оставаться со своей злобой. Пошел я с Господом. Я не могу никуда пройти. Церковь одна. Некуда больше идти. И в нужных святых нужно принимать участие. Найти нуждающегося. Его искать надо. Внимательно слушать. Где-то погорельцы. А погорельцем я могу будет даться сам. Если я не помогал, то вряд ли буду чего-то ожидать от Господа. Вот как понимать это можно. Говорит нам апостол Павел. Послание к другим общинам. Первое послание к коринцам 16.1. При сборе же для святых поступайте так. Как я в основном церковь заводительских. В первый же день недели каждый из вас пусть отлагается себя и берегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сбора, когда я приду. Вы дома конвертики отдельно сделаете. Сегодня воскресенье. В воскресенье я обязательно положу туда хоть детку. Отдельно на благовестие напиши. Дальше я сказал. Мы готовим переиздание. Ну думаем уже. Трехтомный. Три тома оттолкования нового завета у нас. Встречаем. Мы же нигде неизвестны. По одной книге выслеживаете. Видишь, все пришло к истинному православию переиздавать. Была тысяча, переиздали на три тысячи. Следующее издание будет на 5 тысячи. А на мелкий тираж. Ну, на большие мы пока не способны. Мы установили связь с перевозчиками, которые переводят на алтайский язык, на бурятский, на тулинский, на другие языки. Отдельный конвертник положи. Мы осенью обняли. У кого есть пришлите. Немножко, сколько можешь, написано по состоянию, в нуждах святых. Один говорит, призборит для святых. И положи, скажи, это я откладываю для святых. Никогда не ссылайся на бедность. У кого мало достояния, мало положи. У кого большое достояние, больше положи. С пенсии, со чего можно? Первый день недели. Вот определенная, здесь сказать, вот, а что если я вам в торги положу? Понимаешь, доказывать еще не надо, как Господь сказал. И когда человек начинает благодаря, что в субботу положу. Первый день недели, это воскресенье. Первый день недели, весьма рано. Мария Мандарина шла. Первый день, мы знаем, что это воскресенье. Не надо эти пустые слова говорить. Их говорит безбожник. Я христианин, это значит, я принял учение Христа в Библии, от кортия до кортия, все кончено. В Библии говорит сразу руки по шраму, слушаю, раб твой, все. Понимаете, меня Господь называет по имени, я избрал тебя. Самуил, Самуил, а он не знает, что бежит по прежней дорожке, прибегая к Илью, ты меня звал? Вот это есть у православных, ты меня звал, к Терафиму Саровскому куда воду бегут? Но в голову прямо не бегут. Надо научить людей прямо обращать себя к Господу. Слушает раб твой, владыка, говори. И сразу внимательно слушаю. А с нами Бог разговаривает через священное писание, через Библию. Что я должен сказать? Я сейчас стою и молюсь, вчера, неделю назад. Что мне сказать вот этому народу Божию? Вы же все разные. И нужно сказать так, чтобы каждое сердце коснулось. Господи, открой сердца людей. Бывает недовольство. Я знаю, многие-многие недовольны. Это бы я молчал, не говорил ничего. Я бы всем был хорошим, нигде я не лезу. А я говорю, я знаю, почему люди недовольны. Потому что они живут на свой конец. Нарушители устава деревенского. Ты посчитай церковный устав. У нас написано в церкви, даже шепотом ни слова не говорить. Ребенок не так что-то делает, ни слова не говори. Ему дома надо было сказать. Ничего от этого не будет. И ребенок не так стоит. Это не беда. Главное, не потревожь его. Он уже пришел молиться. Пальцом можешь помануть его. Ни одного слова шепотом наклоняется, шепчет, ведь так. А ведь у нас устав говорит об этом. Ты подписался под этим уставом. Мы все согласились добровольно исполнять устав. Не только божественную, но и нашу. Это наше, как предание. И оно очень полезное. Мы пришли молиться. И поэтому в нуждах святых принимайте участие. А где святые? А вот она нуждается, эта душа твоя, в лучках. Она нуждается, чтобы молитвы дошла до Господа. Чтобы ей явления были божественные. А это возможно тогда, когда они ограждены милостью Божией. Сохрани Бог на ребенка. Сказать такие слова, чтоб ты там пропал, погиб, да будь ты проклят. Смотри, проклятие вернется на твою голову. Ты можешь только благословлять ему. Он не так делает. Господи, благослови его. Это мое детство. Я же против родителей так же шла. Так же не слушалась, так же бегала. Какие мудрые все стали. Сказал, что приблиньте за 50 лет. Вот и замудрили. Ты ребенка приведи к Слову Божию. Даже на огороде работаешь. Видишь, устали. Кто-то отвлекся. Дети, давайте помолимся, чтобы одинаково всем работать. Зовите их к встрече с Господом. В нуждах святых принимайте участие на огороде. Это святые. Они избранные. Они получили святое крещение. И Павел говорит в первом послании 3.17. А кто имеет достаток в мире? Мы видим брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое. Как пребывает в том любовь Божия? Вопрос. Ну ты же видишь, что меньше имеет. Почему? Ты поговори. У тебя неправильно вот это. Ты вот здесь не так. Что-то бывает. Выпил. Но у нас Бог милует, как будто, невидимый в последнее время. Почему у него нет? Почему? Совет дай. Хорошо у тебя базовой ведет. Другому скажи. Ты же все можешь это иметь. Блажение давать, нежели принимать. Человека побудить, как и Антон Штарский. Он не просто подавал. А организовали особые фабрики для этих бомжей. Для нищих. Чтобы сам ты жил. Своей рукой зарабатывал. До дела надо доводить конкретно. Не просто мило, что невразовый упадал. Человек отошел. 1 Петра 4.9. Будьте странно любивы друг к другу без опыта. О каких странниках они говорят? Сегодня болтаются бомжи, лозы. Вот на днях человек заявился здесь. Я приехал, дайте мне место, где жить. У меня дома не урядится. Сколько лет? 50. У меня ни квартира, нищая. Откуда? С Мамонтова. Ну я единственное, что мог сделать, поглонить у Мамонтова. Встречайте его там. Мы его выпроводили. Милиция почина его встретила. Люди ищут про его. Это не странники. Это бродяги. Это лодыри, пьяники. Странниками назывались бродячие проповедники. Они ходили от селения к селению проповедовали. Никаких семинарий-то не было. И никто не назначал на это. Человек понимал, все оставил, я пошел проповедовать. И таких надо было искать и принимать. На нас, то есть, такие не найдут. А если приедете еретик со своим ложным учебным, написано, не принимайте вдовы, не приветствуйте его. Но мы должны оказать ему внимание. Накармите его, расспросили, побеседовать. С нами еретики заезжали. И оказалось не просто еретики, а руководство еретиков. Потом они даже против нас выступали, я узнал. Но ничего не значит, это все перед Богом. 1 Тимотея 3.2 Но епископ должен быть непорочен. Одной же не муж, трезвый, целомудрен, благочинен, честен, странно любив и учителя. По каким качествам епископ может подойти? Вот избирайте его. Ну, хорошее отношение с властью первым делом. Хорошее отношение с высшестоящими, с синодом. А вот какие назвали, что он должен быть и непорочен, перечисляется, странно любив. Одной же не муж, так, подошел неженатый, неженатый, к недуру твоя дружок отпадает. И здесь начало жених. Одной же не муж, а сегодня как женатый, не подходишь. Только неженатый, только монах должен быть. Был он тут совершенно. Павел говорит, одной же не муж. Не сказал, что был. Вот сейчас у тебя жена, епископы были женаты. И не надо переначивать. А потом, знаете, вот церковь как решила, неправильно решила. А у вас, как у нас, неправильно. Ну, пусть он не женатый будет. Пусть женатых не дает. Первая тематерия 5, 10. Известная, там епископ, а здесь вдовица, павла дела. Если она воспитывала детей, принимала сранников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому добрым делу. Там написано, вдовица должна быть избираема не менее чем 60-летняя. Я задавал вопрос у ботистов, пятидесятников, адвентистов. Скажите, куда избираем они, где коницы? Ну, 60 лет, написано, не меньше 60 лет. Какая тебе коница? Зачем нам нужно смотреть, когда за ней уже уход нужен? А куда тогда? Ну, 60 лет, когда женщина, 55 лет, идет на переселивку. Куда избирать? Какую должность? Вот, например, сейчас избрали президентом. Какое президентом? Ну, президентом своим же лучше. На своей шре уже где епископ. А куда? На юждивение церкви. Вот куда. Церковь таких питала. Тогда не было пенсии, социобеспечения, домов, предрения. И церковь поюла и кормила. За трех тысяч человек в этой церкви таких находилось. Но принимали при определенных условиях. Если, дальше перечисляйте, если она принимала странников. Спрашивают, принимала. И детняки. А кого принимала? Да я у ней постоянно останавливался. А кто ты такой? Да я пророк величей. Они мне комнату отдельную построили. Вы знаете, как они. И он там находил приют. Сетильник поставили. Вот таких. На изделениях сверкнули. Опять же, странно привести. Какие странников-то принимали? Ну, мы увидим, каких пророк, который свидетельствовал людям о Боге и Егоре. Второе в Коринфянам, 8.1.4. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией данной церкви махедонскими. Ибо они среди великого испытания скорбями преизозревают радостью. И глубокое нищета их преизбыточествуют в богатстве их радушия. Ибо они доброподны по силам и сверх силам. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участики служебных святений. Не я должен вас просить в конвертнике сделать. Вы меня должны просить. Подходите, спрашивайте, а где-то нуждаются сильно? Да, нуждаются. Нуждаются в знании Библии. А еще что? Приобретение литературы. А еще где? Вот мы поедем свои. Нам не надо чужим отдавать. У нас свои есть. И апостол Павел говорит, у них великая нужда. Скорбь непрерывная. Но они этого ничего не видят. Они такие радушные. К ним, как попадешь, с одной семьи в другую некогда перейти. А где примут, дома в дом не переходите. И вот молва Кариинской церкви дошла до нас через две тысячи лет. Они принес бы существовать в богатстве радушия. Быть радушными. Кто бы ни приехал, узнавайте, кто приехал. Не следите, к нему приехали. А подайте, я могу быть полезен. Ко мне найдите в гости. Нам приезжают в гости. Слава Богу. Но почему-то большую часть они все время одном доме останавливаются. Заходят, ночуют. Приезжают иногда на праздник. Вы сразу походите. Моя груза нужна в чем-то. Радушие зависит от глубины восприятия самого Христа. Ты в каждом уме должен увидеть Господа. Это Господь приехал. Я не согласен с патриархом. Не согласен вообще с ним. Но если бы он приехал, я говорю, поставить бакодачу есть патриарным мужчинам. А если бактисты руководили, католик, папа, разницы никакой нет, президент. Это наша обязанность. Не потому, что они нам дают доброкотно, а потому, что мы по отношению их должны быть доброкотны. Дать Слово Божие, рассказать о Боге. Тем более у нас сегодня такое богатство, столько литературы. Ну, все у нас есть. Второй в Коринфянам 9.1.2. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым. Ибо дело в служении всего не только восполняет схуды святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Святые, которые с места на место переходят, они схудные. Ничего нет с собой. Он им не озорожен. Он обрек себя на это. Ну, трудящийся, достоин пропитания. Ты узнавай, кто к нам такой приедет. Ну, сегодня, ну, нет таких проповедников, перевезных. А вот у богатства, у них есть. Отправляют на север, отправляют на юг, на лозок. Выделяются какие-то средства. Он уезжает один, а потом в Канитарский, куда-то в юг проходит вельно, там уже в общем. Нам, видите, наезды, у нас все такое шаркое, глипкое. Но мы стараемся. Как уж Бог приедет. Нам трудиться очень непросто. Они на втором на место все отмели и все. А я должен посреди этих деревьев идти и воевать против собственного руководства. В Деяниях 10.4 считаем. Он же взглянул на него, испугавшись, сказал, что, Господи, то есть явление ангела бывает. И надо узнать, ангел или нет. И над под видом ангела является демон. Будьте очень осторожны с этими видениями. Когда является с крыльями, это ничего не говорит. Но, как правило, тот, кто является под видом ангела, под лицо не показывает. У него лица нет, просто плоская. Нет лица. Спрашивая лицо было, лица не было. Демон. И он обязательно немного пойдет время, и в другом виде не будет подходить. Вот пахинская богоматерь, которая в Португалии явилась детям, это явное бесовское явление было. А они приняли за истинное. У нас в книге к истинному православию подробно описывает это все. Чисто бесовское явление. Весь мир был обращен. С папством. А Павел говорит, мне это лишнее писать. Так вы все это умеете делать. Благодарение Богу. Что у тебя есть? Подпиши на это. Ты многое тратишь на пустое. Ты не веришь в это. Начни делать реестр. Куда ты что потратил? Куда ездил? Можем без этого было обойтись. На телефоны, на разговоры, на все поставь какой-то предохранитель. Чтоб ничего лишнего у меня не было. А наше дать им надо. Было бы из чего. Это Бог делает при умножении. Это я могу засвидетельствовать на своем опыте. Нас отправляли родители, отец инвалид войны, 10 детей. Прикиньте себе. В колхозе не рубля не платили. Вот работает палочка. А когда продажи, дадут там что-нибудь, если не дадут еще. Вообще нет ни рубля. Мне главное доехать не было до Барнаула. Все. На зиму мне отец давал два гуся. Я их почтищик ему хорошо рубил и верил. Пенсия, не пенсия, а степенья, 26 рублей. 6 рублей для квартиры, а остальные куда. И все старался сэкономить, найти бабушку и подать. Пошли сейчас вспоминаю. Я же никогда не знал. Деревья не было нищих. Бог это делал. Потом Бог начал мне все это при умножении тысячекратно возвращать. По копейке откладывал, никто этого не учил. Это Бог так делал. Я не хвалюсь, но я говорю, что это можно. И Бог так делал. Деяние 24-35. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне потужили руки моикие. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и памятных слова Господа Иисуса. И он сам сказал, блажение не давать, нежели принимать. Вот как принимать в нуждах святых участие. Деяние 4-35. И помогали к ногам апостолов. Все. И каждому давалось все, кто имел нужду. Полная соммуна была. Этого нет сегодня. Но однако пример оставлю. Продавали имение. Я все думаю, а как они живут? Но имение это не дом свой. Имение оно могло быть от него на 100 километров. Продал, а деньги вложил. Деяние 9-36-41. Леоприи находилась одна ученица имени Талифа. Что значит серба. Она была исполнена добрым дел и творила много миростей. Точно. И что? А то, что она унивала, воскресил Господь. А благодаря чему? А то, что вызвали Петра, и они показывали рубашки какие, а она шила. И вот эти рубашки, плащи, они воскресили ее, говорит Иоанн Наталович. Мы умрем, когда ее обомрем. Что после нас можно кому-то показать? Чем убедить других, что мы нужны? Верни ее еще. Пусть она еще пошлет тут рубашки. Тут стоит машинка, но никто на ней шить не умеет. Они покажены Петру. Ну, представьте. Апостол пришел, они с рубашками трясутся перед ним. Но он понимал, что бабушка плачет о сдохшей курочке не потому, что она жата, а это все для нее состояние, как и эти рубашки. Они лишились поддержки. И мы сразу себе вручу зададим, а почему же на ней прозвище было серно? Серно это дикая коза. По горам прыгает, быстро бегает. То есть она быстро спешила на помощь. Привещайте детей к этому. Все время в работе, где кому помочь, ребенка послать, сварила, немощному, что-то отнести. Ребенка, пошли. Чтобы у него был навык, твори доброе дело. Мы делаем это для Господа. Господь видит, тебе будет хорошо. Это Христос там. Убеждайте. Галатам 6.10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. А наипаше своим поверим. Ну, в первую очередь, свои, не чужие. А если не так, если он вознуждается, то помочь и ему, чтобы он с голову не умер. Что бы он ни был. Я вот все проигрываю. Ситуация, а если вот Китай захватит, как себя вести? А если мусульмане придут сюда? А это вполне нереально. Может быть, буквально завтра. Что дальше делать? Вот считая сейчас воспоминания о Солженицыне, я нахожусь снова еще больше общего со мною. Когда я ездил в Америку, и он с ним долго там разговаривал, во время он был в Америке. И надо было поехать в Японию, президенту. А тогда у него с острова Шикотан разговор шел. Отдавать, не отдавать? Он не знал. Советники так и так говорят. Ну как отдать? Нашу территорию, мы за нее умирали. И он решил поговорить с Александром Исаевичем. Позвонил ему. И тот говорит мне. Он вернулся, когда я здесь доклад сделал. Он мне мгновенно ответил. Смотрите, товарищи, отдайте. Они не наши острова. Отдайте. Но он не решился, потому что все были против. Ему мы сразу убрали. А теперь придется отдавать, может быть, до Урала все. Вот как дело-то сказать. А я и отдать все стало. Отдайте Шикотан, начальник сбер. Отдайте. Рубите мащи пока не поздно. У меня хрикотворение такое даже есть. И в этом мы были одинаково. Но мне нападают. Да как вы можете, наша территория у нас подоглазна. А люди живут в три этажа друг на друга. Распативают горы, делают террасы. Охомнитесь. Нам не нужны эти пространства. Мы их не можем обиходить. У нас одни свалки везде. Потому что мы не только святых не видим. Мы никого не видим. Остревшая нация у нас отнимут. На каждом священии за рубежом решают, когда будем делить вот эту территорию. Земля за нас для всех людей. Там ограничить рождаемость, а тут рождать не хотят. Там по тысяче человек один квадратный метр, а у нас на тысячи квадратных километров три человека. Ну, все непонятно-то. И мы не можем не евангелизировать ничего. И Бог так делает, что пойдем, когда все будет отнято. А если на расстрел поведут, а если ничего не будут давать, из домов будет их вот маленько проигрывать эти стады. Это очень полезно. И Анна Тауна говорит, чем неожиданнее и безвести, тем, чтобы где оно переносится. Прикидывайте. И тогда вернешься нам через стад, Господи, а сегодня у меня все есть. Я могу странников принять, и у меня дополнительная кровать стоит вот всегда, она заправлена, готова. Евреям 13.16. Не забывайте также благотворение и общительность. Ибо таковые жертвы благу Господу Богу. Не замыкайте в своем трудостренке все от одним гнездом. Живут или общительность это со всеми. Не забывайте. Почаще с ближними общайтесь. Приветствуйте. А у нас так. Кто бы не ехал, он поприветствует. Другой едет, даже голову не приедет. Голову от тебя отвергнет. Я тебя посадил. И тем более, если ты считаешь, я твой враг. Вот тебе врага. Но я тебе не враг. Я вижу, отношение ко мне распространяется на тех, кто с нами близко, уже не здоровы, потому что они со мной. Не христианское это поведение. Это никогда-то было вчера. Конкретно. В нашей деревне. Евреям 13.2. Странолюбие не забывайте. Ибо через него некоторые, не зная, оказали достигнутые. Екатеринство ангелов. Принятый человек. Ведь Амранда бежал не к ангелам. Он видел, идут странники запыленные. И как подробно знака устописывает. В полон. Почему? А в полон. Жара разомлели. Слуги есть, слуги. Они тут же уснули. И он никому не доверял. Ответственное время. А как пропустят? А если он мимо пройдет? А даже это была не трасса. Может быть, странники-то. Кто-то проходил один в неделю. И он побежал там. Столетний старик. И Павел упрашивал. Он не знал, что это ангелы двоих, сам Господь. И некоторые, не зная того, приняли ангелов. Вы знаете, рассказ о том, как Христос сказал, приду и душа ждала. Все, все. Кто не придет, она до них нет, когда я сердца сегодня жду. А вечером Христос являетесь и в больном, и в солдате безногом, и в мальчике побитым. Да когда ты, Господь, был я, а мы ждем его в исчезарного, в манке одетым, как на иконах рисуют. Он в каждом из нас. Как это будет страшно на суде услышать? Я приходил, не накормили. Я жаждал, не напоили. Я был странником. И вы меня не приняли. И при том память нам, изменяющая, будет восстановлена. Недостаточного памяти не будет. Жизнь будет раскручена с предельной скоростью, сжатостью, и в то же время в растянутом виде. Мгновенно и все будет показано. Пакты заново повторятся, как на кинопленках нет. Это было, было. Ты же принял. Я ж тебе все дала. Ну почему не принял? Почему ты замкнул сердце свое? Это и почему-то надо сегодня разрушить. Евреям 6.10. Ибо не неправиден Бог, чтобы забыл дело ваше, и труд в любви, которые вы оказали во имя Его, послужить и служать святым. Святые, повторяю, те, которые веруют во Христа и искуплены Господом Иисусом Христом. Кто бы человек ни был, если он нуждается в протекании, накормить. Я не говорю, дай денег. Может, это и сегодня просят, это и не нужно. Но засвидетельствуй ему. Если мы ночевать, мы явно, мы верим. По обстановке смотри. А может, он желает пробрать и тебя обократь. Смотри на это. В нуждах святых за принято участие. И чтобы Господь не обошел нас и проставился в нас. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова ответ Продолжение следует...